Привет! В этом видео покажу, что делать, если при подключении твоего айфона к компьютеру ПК с операционной системой Windows ты не находишь некоторых видеофайлов на компьютере, которые снял на айфон. Ты вот заходишь в видеофайлы, которые снял, и не находишь того видео, которое ты снимал. При этом здесь оно и есть. Вот посмотрим на примере вот этого файла, который идет в 8 минут 40 секунд. Здесь он есть, а вот здесь в Windows мы его не видим. Что делать в таком случае? Для этого мы должны сделать следующее. Подключаем айфон на компьютере. Запускаем iTunes. iTunes запустился. И далее подключаем айфон. То есть мы должны подключать айфон наш к компьютеру с запущенным айтюнсом. И вот у нас теперь запущен айтюнс на компьютере. Подключен наш айфон к компьютеру. И теперь заходим точно так же в мой компьютер. Находим айфон файлы. И вот теперь видишь, здесь уже появился файл. Вот он, 527 гигабайт. Вот этого файла не было, когда мы подключали айфон без запущенного айтюнса. Это первый вариант. Второй вариант, если этот способ не помог. Отключаем айфон. Заходим в фото. Находим то видео, которое у нас не отображается на компьютере. Открываем его. Здесь нажимаем поделиться. Выбираем сохранить в файлы. Нажимаем и выбираем любую папку в айфоне. Это первое, что нам нужно сделать. Второе, открываем файлы. Находим наш файл. Вот у нас мы сохранили в новую папку. Мы находим файл, который мы только что сохранили. Он появится в этой папке. Опять нажимаем на него. Опять нажимаем поделиться. И теперь выбираем сохранить, сохранить видео. Нажимаем. Все. И теперь после таких манипуляций двойных, то же самое. Подключаем айфон. И запускаем айтюнс. Либо наоборот запускаем айтюнс и подключаем айфон. И тогда у нас опять этот файл появится. Вот появилась даже отдельная папка. И в отдельной папке у нас появилось то видео, которое мы вот сейчас двумя манипуляциями добавляли. Сначала в файлы, а потом обратно в сохраняли, обратно просто сохранить видео. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok